Здравствуйте! В последние дни СМИ и общественность региона взволновала новость о сокращении финансирования предстоящей детской оздоровительной компании. Субсидии муниципальным образованием Архангельской области сокращены на 35 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Первыми тревогу забили представители областной федерации профсоюзов. Причем говорили они об этом еще в ноябре 2015 года, но тогда защитников прав трудящихся не услышали. Теперь пошел второй виток напоминания о необходимости организовать достойный отдых для маленьких жителей Поморья. К сожалению, не все семьи в Архангельской области могут полностью оплатить стоимость путевки в детский лагерь, будь он за пределами региона или же на его территории. И тут помощь государства приходится весьма кстати. Особенно, если ребенок решил отдыхать в наших местных лагерях. Тогда помощь из бюджета вообще составляет львиную долю стоимости путевки. Но каждое муниципальное образование само устанавливает уровень этой поддержки. И тут есть несколько составляющих. Во-первых, муниципалитеты отталкиваются от лимитов, доведенных до них из областного бюджета. То есть от тех сумм, которые область готова дать конкретному муниципальному образованию. Во-вторых, местные органы власти также закладывают в свои бюджеты определенные суммы на проведение оздоровительной кампании для детей. В-третьих, учитывается предполагаемое количество заявок на путевки. Делается это на основании данных предыдущего года. А также средняя стоимость путевки. Ну и важной составляющей формирования уровня так называемой частичной компенсации стоимости путевки является ее максимальный предел, который устанавливается региональным правительством. В этом году, например, он составляет 802 рубля в день для летних лагерей, находящихся на территории Архангельской области, и 605 рублей в день для летних лагерей за ее пределами. И вот исходя из перечисленных составляющих, муниципальные образования определяются суммой компенсации стоимости путевки. Согласитесь, помощь нужная и очень востребованная. Многие уже выступили с официальными заявлениями и призвали правительство Архангельской области в случае появления дополнительных доходов в областном бюджете. Направить их на финансирование детской оздоровительной компании. А что, если этих дополнительных доходов не будет? Более того, депутаты областного собрания еще в декабре прошлого года приняли постановление к проекту бюджета Архангельской области на 2016 год, где также собраны приоритетные предложения на сумму, если я не ошибаюсь, более 600 миллионов рублей. И тут у нас с вами справедливо возникает сомнение. Какие предложения считать более приоритетными? Хотя нет, сомнения у нас с вами вряд ли возникнут. Отдых детей должен быть в приоритете. Но тогда сколько ждать этих дополнительных доходов и будут ли они вообще? Честно говоря, эти 35 миллионов необходимы, чтобы выйти на уровень прошлого года. Не такая уж и большая сумма для областного бюджета, который по расходам составляет более 66 миллиардов рублей. Правом инициативы корректировки бюджета Архангельской области обладает губернатор. Поэтому мы с коллегой-депутатом Ольгой Осицыной предложили ему этим правом воспользоваться и найти необходимые средства в действующем бюджете, а не ждать возможных дополнительных доходов. В крайнем случае, будем работать поправками корректировки бюджета. Организовать достойное прохождение летней оздоровительной кампании для детей – очень важная задача для власти. И вообще, все эти сложности с поиском дополнительного финансирования напомнили мне ситуацию 2013 года. Помните, тогда остро стал вопрос о необходимости сократить льготы ветеранам труда Архангельской области. Как поясняли, денег в бюджете не хватает, а с экономией таким образом можно было вроде более 2 миллиардов рублей. Некоторые эксперты тогда всерьез уверяли, что если этого не сделать, то регион ждет чуть ли не экономический коллапс. Ведь не сделали. В последний момент льготы устояли, и ничего ужасного с нашей Архангельской областью не случилось. И если уж мы выстояли, когда искали такие огромные суммы, то 35 миллионов рублей, необходимых нашим детям, чтобы поправить здоровье и зарядиться энергией на оставшийся год, уверен найти в состоянии. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok